Иногда надо учиться делать по-другому. Смотрите, пища, отравленная инфекцией, всегда пахнет отвратительно. Это первый признак заражения инфекцией пищей. Человеку не хочется это есть, потому что плохо пахнет. Но внешне он говорит, я люблю картошку. Но ты посмотри, картошка это та, которую ты любишь или нет, по запаху. Синильная кислота на вкус сладкий вкус имеет приятный. А на запах она пахнет смертью. Кабриный яд вообще безвкусный. А на запах пахнет смертью. А кристаллики кобры яда специально нюхал. У меня ужас возникал. Ужас. Чувство ужаса. Просто от запаха. А вкус безвкусный. Поел и помер через 5 секунд. Спокойно очень. Понос судороги смерть. А на вкус смерть. Ужасный вкус. О, на запах. Ужасный запах смерти. Ощущение смерти. Поэтому человек должен нюхать то, что он хочет покушать. Это признак культуры. Некоторые говорят, ты что нюхаешь? Это бескультурно. Это признак культуры, наоборот. Нюхать, что ты кушаешь. Бескультурно не нюхать. Первым признаком тяжелых хронических заболеваний в теле организма человека является плохой запах от человека. Если человек идет плохой запах, значит его надо обследовать. Это самый явный первый признак до того, как человек чувствует слабость. Чувствует снижение пищеварения. И так далее. Это явные признаки нарушения работы организма. Нарушение стула. Слабость. Первый признак самый. Человек снижает работоспособность. Значит есть болезнь какая-то. Второй признак нарушение пищеварения. И дальше третий уже явный. Это нарушение стула. Но до этого идет еще признак. Самый явный. Это запах от тела человека. Если пахнет плохо, человек хуже, чем раньше. Значит он болен. Надо обследовать. Также следует знать, что запах в том месте, где вы живете, указывает на совместимость или несовместимость с этим местом. Допустим, если вы хотите купить жилье, то надо жену посадить в этой квартире. И пускай она посидит, понюхает. Чем там пахнет. В совершенно новой квартире бывает, что ей не нравится запах. Это значит, что она вам мозги вынесет, а она не сможет жить в этом месте. Хоть это дворец съездов там. Квартира супер современная. Но если она не подходит человеку, то... А женщина, она больше всего это чувствует. И она зависит от места, где живет больше, чем мужчина. Поэтому надо дать ей возможность понюхать. Если вы пришли куда-то в гости, и вы там чувствуете, вам не нравится запах этого места, не надо там кушать. Вам предлагают покушать. Не кушайте. Вас может вырвать. Будете плохо себя чувствовать. Значит энергетика этих людей несовместима с вами. Плохо пахнет? Вот поднимите руку. Вот допустим, вы зашли в комнату, в квартиру какую-то. Там плохо пахнет. Кто из вас там будет кушать? Поднимите руку. Никто. Потому что там плохо пахнет. Видите? Запах связан с телом. Связан с телом. Пища. Это то, что должна узнаваться по запаху. Если вы чувствуете, где-то пахнет хорошо, значит ваше здоровье будет лучше. Допустим, в лес пришли, вам запах не нравится в этом лесу, идите в другой лес. В этом нравится, значит там будете поправляться. Здоровье будет лучше. Запах указывает на состояние со здоровьем с телом. Это в целом такие как бы наброски, связанные с деятельностью ума. Ума также есть, вот есть чувство познания, которое мы описали, а есть чувство, связанное с деятельностью. Пять еще чувств, связанных с деятельностью ума. Вы не устали? Первое чувство, связанное с деятельностью, это речь. Речь. Речь связана с деятельностью человека. Это самая сильная как бы сила, меняющая жизнь человека. Поэтому люди молятся вслух. Молитва это сила, пробуждающая разум. Люди молятся вслух для того, чтобы с речью это было связано. То есть это действие, речь. Речь это самое сильное влияние на судьбу. Дальше, деятельность руками. Мы руками пишем, руками что-то делаем, создаем. Что-то. Компьютер сделан руками, не ногами. То есть деятельность руками связана с мышлением человека. Речь связана с разумом, с деятельностью разума. Деятельность руками связана с мыслью и мышлением человека. Деятельность ногами связана с преодолением трудностей. Когда человек хочет победить судьбу. Допустим, мы видим фильм «Человек, который побеждает трудности». Как он показан? Он куда-то идёт. Если человек куда-то идёт смело, значит он хочет победить что-то в своей жизни. Шагает. Тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не попадёт. Ну то есть связано с преодолением, то есть движение ноги, то есть они побеждают судьбу. Преодоление трудностей, движение ногами. Мы говорим о том, как различные чувства деятельности связаны с нашей судьбой. Допустим, аскеты, они чем занимаются? Человек, аскетизм означает увеличение силы психики, силы разума. Человек что делает? Какие аскезы он совершает? Он стоит, не двигается. Он сидит на колене. Видите, с ногами это деятельность связана. Аскезы с ногами часто связаны. Ещё два органа деятельности. Есть выделительные органы, которые освобождают нас от шлаков. Это потовые железы и так далее. Не буду всё перечислять. Все выделительные органы. Есть один орган деятельности, который связан с зачатием детей. Вы знаете, о чём я говорю. Вот это тоже действие, деятельность человека. Пять органов деятельности. Речь, деятельность руками, деятельность ногами. Вывод шлаков и зачатия. И мышление связано со всеми этими органами деятельности. Мы не будем подробно это всё разбирать. Время крайне не хватает. Я сейчас вам другое, более важное сейчас расскажу. Есть... Если смотреть, допустим, на ум в срезе, то у ума есть три слоя энергетические. Самый поверхностный слой называется кальяна-бхага. Кальяна-бхага. Вот смотрите. Это уже сложно для понимания вещь. Вот, допустим, Пантанжали, древний мудрец Пантанжали, как бы сравнивал строение ума с озером, со срезом озера. Вот взять озеро, допустим, на поверхности есть волны. Волны сравниваются с нашим мышлением, с нашими мыслями. У человека, человек осознаёт. То есть то, что находится на поверхности, нам ближе. То, что находится на поверхности ума, мы понимаем в себе. Но в уме есть целое море внутри. То, что мы вообще ничего не понимаем. То есть волны мы понимаем. Что относится к волнам? К волнам относятся мысли человека и эмоции, которые находятся глубже мыслей. То есть мысли есть, есть эмоции. Эмоции находятся глубже мыслей. Мысли и эмоции сильнее у женщин. Они находятся с левой стороны у человека. Дальше есть есть воля человека, а есть желание. Желание — это то, что связано с волей. Это сильнее выражено у мужчин. Кто кого добивается? Мужчина, женщина или женщина-мужчина? Мужчина — желание. Я хочу тебя взять замуж! То есть мужчина — желание, воля, и он волю свою проявляет. То есть это больше мужская энергия, желание, воля, мысли и чувства. Чувства и мысли — это женская энергия. Женщина больше думает. Мужчина больше волевые действия совершает. Как-то анекдот про боксера такой. Он боксирует как бы, он боксер. Его спрашивают, а голова-то вам нужна? Говорит, нужна. Что вы делаете? Я и ем, говорит. То есть он действует. Воля, желание воли преобладает. Мужская часть жизни. Итак, Кальяна Бхага — это озеро ума, поверхностная часть. Если брать глубже, то там находится настроение. Вот ниже волн находится настроение человека. Настроение мы чувствуем в себе. Мы чувствуем настроение. Глубже настроения идет настрой. Это уже по-другому объясняется. Человек говорит, у меня настроение хорошее, настроение хорошее, но я нахожусь в депрессии уже целый год. Вот настроение хорошее, да, у меня нормальное настроение, видишь, нормальное настроение, но я нахожусь в депрессии уже целый год. То есть депрессия — это то, что ниже. Это глубже еще в уме депрессия. Это уже настрой на жизнь. Настрой на жизнь — это глубже. Но бывает настроение. У меня умер отец, но настроение у меня сегодня почему-то хорошее, но в целом неплохо, это глубже, настрой это глубже. Итак, мы разобрали Кальяна Бхагу, то есть то, что мы в себе осознаем, это все мы осознаем, но следующая часть ума, середина озера ума, неосознаваемая человека, она называется Роса Бхага. Так вот, знайте, что это средняя часть ума или Роса Бхага, связана со здоровьем человека. Там находится регуляция всех органов и систем организма. Там находятся вот эти все каналы и так далее. И самая глубокая часть Роса Бхаги, она уже соединяется с судьбой человека. То есть, если взять, допустим, Кальяна Бхагу, это просто верхняя часть озера ума, но Роса Бхага делится на две части. Это средняя часть озера ума и глубокая часть озера ума. Средняя часть озера ума связана с нашим здоровьем. Там регуляция здоровья находится, чем занимаются врачи, они контактируют с этой частью. Это подсознательная часть. Болезнь рождается тогда, когда мы не знаем об этом. Можем обнаружить ее потом, когда она выходит наружу. Через настроение, через симптомы, через боль. Но когда рождается болезнь, никто не знает об этом. Это нужно диагностировать. Каким-то признаком врач может определить состояние здоровья. Сейчас у нас есть уже различные инструментальные методы исследования. Можем определить эту часть. Человек говорит, а я не знал, что у меня опухоль. Конечно, я не знал, потому что это не связано с нашим ощущением мира. Мы не чувствуем это. Но интересно знать, что есть признаки, например, такие ощущения, как снижение возможности жить. Допустим, человек раньше ходил столько, сейчас ходит, ходит меньше. Раньше работал столько, это сейчас работает меньше. Человек раньше мог сделать столько, это мог раньше концентрировать столько, это все снизилось. Что-то снизилось в нем. И в целом это называется слабость или остыния. Вот это и есть признак того, что человек болен. Самый-самый глубокий такой. То есть это как раз сигнал оттуда, из Росабхаги. Оттуда, что там что-то не то. Есть какая-то неполадка в работе ума, которая привела к тому, что ты сейчас уже болен. Неизвестно чем, правда. То есть надо исследоваться. Следоваться. Итак, но есть еще более глубокая часть озера ума, которая связана с событиями в жизни. Интересно знать, что все события, которые происходят в нашей жизни, согласно ведической древней философии, а также философии китайской, тибетской и так далее, и буддийской там, и других, связаны с нами. Оказывается, не зря бросила жена, не зря, может, бросил муж. Если что-то с нами происходит, меня увольняют с работы, это из меня сначала пришло. Но пришло настолько подсознательно, что мы даже догадаться об этом не можем. Вот там самая глубокая часть психики, которая глубже даже, чем здоровье, она влияет на судьбу. Я не могу выйти замуж. Вот я проводил статистику, в Москве тысяча человек в зале сидело. Я говорю, поднимите руки женщины, которые считают, что замуж вот так вот выйти. И раз таки поднимают женщину. Я говорю, я вот так, нет проблем. Ну, какая часть женщин поднимает? Ну, легко. Я их спрашиваю, а всю жизнь вам легко будет? Я говорю, а всю жизнь, да, без проблем. Это ошибка. Теперь я поднимаю, говорю, а теперь считают те женщины, которые считают, что вообще невозможно выйти замуж. Они поднимают руку. Есть те, которые вообще не могут выйти замуж. Это идет изнутри. Изнутри у одной идет сила, которая дает возможность выйти замуж, а у другой идет сила, которая не дает такую возможность. И это называет судьба уже. Из-за этого уже трудно что-либо сделать. Вот так вот. Пошла к бабке, погадала, оп, судьба поменялась. Денежку заплатила. И это не работает. Есть еще третья часть ума, называется Моха Бхага. Моха Бхага. Моха Бхага, это даже не озеро, это ил, песок внизу. Вот смотрите. Давайте еще раз. Кальяна Бхага, это волны и верхняя часть озера ума. Роса Бхага, это середина и низ озера ума. Это вторая часть. Середина и низ. Она связана с здоровьем и с судьбой. А есть еще хранилище судьбы, называется Моха Бхага. Моха Бхага, это самый низ. Это ил, песок озера ума. Там веды говорят, хранятся самскары или знания о наших прошлых жизнях. Узелки кармы. Их называют карма-васаны, песчинки кармы. Разные действия объединяются вместе и получаются песчинки кармы. Вы скажете, я в это не верю. Хорошо? Сейчас я вам это объясню. Вот смотрите. Допустим, я сегодня встал, решил поспать днем. Завтра я буду спать днем. Может буду, может нет. Но мне будет хотеться спать днем завтра? Возможно. А если я три раза днем посплю, то точно на следующий день не будет захотеться, захочется поспать днем. Вы поняли, о чем я говорю? То есть копится определенное событие в один узелок. И когда этот узелок очень крепкий, то человек очень трудно... Вот допустим, мне говорят, иногда люди подходят, говорят, Олег Геннадьевич, мне рано вставать, очень тяжело. Невозможно. Узелок очень крепкий. Понимаете? Я не могу бросить пить. У меня нет сил таких бросить пить. Узелок очень крепкий. Не надо думать, что обязательно все легко могут бросить пить, если применить какую-то методику. У каждого человека этот узелок, связанный с пьянством, может быть, или просто громадной силой, или очень небольшой. Все зависит от того, какой узелок кармы участвует в этом событии. Не надо думать, что можно всех легко вылечить какой-то методикой от какого-то, допустим, от какой-то проблемы. Иногда насморк связан с таким узелком кармы, что вообще человеку вылечить просто от насморка невозможно. Поэтому врач никогда не должен говорить, что он своей методикой всех вылечит. Это неправильно. Бывают люди, которым можно помочь, которым нельзя помочь. Все зависит от того, насколько много силы вкладывается в болезнь, которая идет изнутри. Если говорить о нашем организме, то вот эта зона Мохабхаги находится в области сердца. Она окружает душу. И это шар такой энергетический, который находится вокруг души. И через этот шар мы смотрим на мир. Когда этот шар наполняется тяжелой кармой, то человек смотрит на мир какими глазами. Глазами печальными. Ночь яблоком стучит в окно, да. Был душой я молод, а теперь старик. Ну, то есть человеку плохо становится жить. Он смотрит, у него как бы судьба действует очень вот так вот, совсем тяжело. Веды говорят, что есть разные периоды жизни. Иногда судьба действует легко, иногда тяжело. Зависит от того, как мы взаимодействуем с пространством. Какие узелки кармы выходят наружу. Но это уже дальше. Мы будем об этом говорить позже. Сейчас я в целом, в принципе, вам рассказал, что такое ум. Уже становится более-менее понятно. И мы сейчас будем говорить о практиках, которые меняют состояние ума. Первая практика называется медитация. Что такое медитация? Медитация — это работа с верхней частью озера ума. Человек настраивается на какой-то объект, который успокаивает озеро ума, делает штиль. Ум может взаимодействовать с чем-то и настраиваться, так как все имеет энергию вокруг. Допустим, человек настроился на солнце. У него ум приобрел свойства солнца. Если у него психика очень напряжена, допустим, он очень напряженный, он настраивается на солнце и его расслабляет. Потому что солнце, энергия огня, снимает напряжение. Если человек медитирует на воду, тогда он может простить. Энергия воды улучшает отношения, связи между людьми. Когда человек медитирует, допустим, на радость, он становится радостным. Когда человек медитирует на святость, он становится святым. Медитация означает гармонию, связь. Чем отличается молитва от медитации? Медитация — это деятельность ума, молитва — это деятельность разума. Это внутренняя жизнь, внутреннее действие. Бывают наружные действия. Я работаю, я, там, допустим, ем, иду куда-то. Это наружные действия. Есть внутренняя жизнь, внутренние действия. Человек ниже ничего не делает, но он очень сильно занят. Он может приводить в благость свой ум или разум. С звуком мы приводим в нормальное состояние разум. Медитация или гармония с чем-то. Ум. Например, слушание хорошей музыки, музыкотерапия. Это медитация. Дальше. Мы настраиваемся на какой-то цвет красивый. На природу смотрим, на картину. Вот, допустим, человек ходит в русский музей, допустим, он идет в Питере. Сходите в русский музей. Увидите там необычайные вещи. Если человек не просто идет там, в этом русском музее, чтобы быстрее его пройти, а садится, там стульчики стоят, садится напротив картины Айвазовского. Айвазовского. Результат какой? Счастье. Человек успокаивает свой ум. Или он видит шишки на там эти деревья. Никогда так человек увидеть не может сам. Лес, как это увидел художник. Он рисует так лес, что невозможно насмотреться. И ты в это время что делаешь? Успокаиваешь свой ум. Это медитация. Натуральная картина. Ну, то есть, картина, написанная кем-то, и ты от этого реально воспринимаешь. Его энергия ума в это время. Он любит природу. Любовь означает гармонию. И человек реально дает нам силы. Натуральные картины очень важны. Иконы натуральные важны в доме. Они дают силу уму, успокаивают его. Естественные предметы. Пол из камня лучше, чем пол из линолеума. Потому что идет вибрация, связь нас с природой. Деревянный дом лучше, чем дом из шлакоблока. Потому что идет связь с природой. То есть, мы гармонизируемся. Медитация идет. Ты расслабился в деревянном доме. Как бы тебе хорошо стало, спокойно. В целом, понятно, да, практика, для чего нужна? Она успокаивает поверхностную часть ума. Приводит в гармонию нас с окружающим миром. Следующая практика лечения тонкого тела – это режим дня. Гармонизация ума происходит. Гармонизация ума с окружающим миром. Я никак не мог понять, зачем нужен вообще этот режим дня, когда мне говорили «Вставай так-то, делай то-то, спи тогда-то». Я не понимал зачем. Но когда я столкнулся с лидическим знанием и все понял. Там все очень просто объяснено. Человек должен жить в гармонии с этим миром. Смотрите, солнце дает бодрость человеку. Вот человек, допустим, лежит в постели, а солнце уже восходит. Что происходит? Мы не можем спать, нас пробуждает. Я хочу как бы заснуть, я хочу больше отдохнуть, я устал. Но солнце поднимается. И я как бы валяю дурака, да? Ну то есть, ничего не могу сделать с собой. Я хочу спать, а мне не дают. Я начинаю нервничать. Кто-то хлопнул там дверью, вы мешаете мне спать. Еще кто-то мешает мне спать. А кто мешает спать на самом деле? Солнце, оно восходит. И поют птицы сразу, петухи орут. Раньше, 300 лет назад, у людей не было часов. Они определяли, сколько времени по тому, как орут петухи. Солнце восходит, когда только солнце приближается, 3-4 часа утра. Первый раз петухи орут. Они реагируют на солнце. Когда орут, они реагируют на солнце. То есть, это значит, 3 часа утра. Первый крик петухов. Второй крик петухов. Где-то 5 часов утра, 4-5 часов утра, второй крик. И меняется пространство, они опять кричат. И когда петухи кричат третий раз, это значит, ты уже проспал. Потому что это значит, что солнце уже взошло. До свидания, режим дня. Человек должен вставать раньше восхода солнца. Иначе он в гармонию с этим миром не вступает. Когда человек спит, лежит, и солнце поднимается вверх, то у него в организме это солнце поднимает деструктивную энергию огня, которая увеличивает воспалительные процессы в организме. У него снижается иммунитет, склонность к воспалительным процессам возрастает. Эмоциональность возрастает, обидчивость возрастает, гневливость возрастает, гипертония возрастает. Все, что связано с нарушениями, подобными нарушениями, меняется в сторону ухудшения из-за того, что человек встает после того, как солнце поднимается. С другой стороны, когда человек, наоборот, встает пораньше, то у него очень хорошее состояние, бодрость. Но встать пораньше трудно, потому что у нас есть склонность ничего не делать, жить, быть в забытие. Причем эта склонность у женщин сильнее выражена, чем у мужчин. Почему? Потому что женское тело, оно более расслабленное, поэтому более красивое. А мужское тело более напряженное. Мужчине легче вставать, заставить себя встать, спасти. Ночь — это женское время суток, а день — мужское. Я что-то не то сказал? Ну все орлы, на самом деле. Солы, жарлы, все орлы. Есть люди, которым тяжелее вставать вовремя, потому что они наказаны судьбой. Если взять, провести исследование, то одни люди рождены с... Внимательно слушайте меня. С... 12 утра... Ой, с 12 дня до 12 утра. Ой, я уже жив, извиняюсь, я здесь что-то не то говорю. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас включусь. С 12 ночи до 12 утра. До 12 дня. С 12 ночи до 12 дня. Нет, это уже мозги кипяты, значит. Что-то не то началось. С 12 ночи до 12 дня. Им вставать легко с утра. Это жаворонки. Те люди, которые рождены с 12 дня до 12 ночи. Им вставать тяжело с утра. Пора заканчивать? Да? Вот так вот. Ну ладно, я лечение ума как бы расскажу, перечислю просто. Завтра мы продолжим. Питание в благости лечит ум. Режим дня. Дальше жизнь в благости. Вот. И влияют. То есть не лечат, а по-средому влияют на тонкое тело ума. Влияют различные предметы. Например, камни. Кристаллотерапия влияет на тонкое тело ума. Лечение цветотерапии влияет на тонкое тело ума. Музыкотерапия влияет на тонкое тело ума. То лечение, которое дает нам любое внешнее воздействие, внешнее, которое касается кожи или внешнее, которое касается любых других органов чувств, влияет на тонкое тело ума. Светотерапия влияет на чувство зрения, музыка на чувство слуха, камни влияют на тактивную чувствительность. Это все связано с умом, действует на тонкое тело ума, меняет характер человека все это. Ум означает характер. Ну вот, лечение разума мы не успели разобрать из-за того, что я много болтаю. Простите меня. Я надеюсь, что мы с вами встретимся завтра. Завтра во сколько у нас лет? Шесть минут. Завтра, да, важно, это важно. Да, обязательно, мы все закончим. И завтра тема такая. Лечение грубого тела, основы аюрведы, панчакарма, пост и другие методы очищения организма. То есть мы, как бы, начнем теперь уже дальше вот эти вот четыре вида лечения, лечение праны, ума и разума разбирать более подробно. Спасибо вам большое. Вот у меня главврач нашего центра, он, как бы, объясняет, что мы там делаем, кому можем помочь, кому не можем. Можете бесплатно получить консультацию. У него во время лекции завтра запись. Сейчас здесь, у Светланы Симоновых, да, вот здесь. Всего вам доброго. Добрый вечер. Еще одно небольшое объявление. Для тех, кого интересуют книги и также диски Олега Геннадьевича, можно будет возле выхода подойти, посмотреть и приобрести. Продолжение следует... Продолжение следует...